К другим темам. Как сохранить здоровье новоуренгойцев? Этот актуальный и действительно проблемный вопрос сегодня обсудили на семинаре совещания в администрации города. В нем приняли участие врачи Центральной городской больницы, специалисты Роспотребнадзора, Госнаркоконтроля и Управления по труду и социальной защите. Неутешительный рост числа инфекционных заболеваний, производственного травматизма и наркозависимости. Например, в прошлом году 73 работника предприятий были замечены в употреблении наркотиков. Елена Золотилина расскажет подробнее. О том, что в стремительно развивающемся городе увеличивается число наркозависимых, говорят не в первый раз. Но при словосочетании детская наркомания становится действительно страшно. Торговцы зелем сейчас нацелены не столько на неблагополучных подростков, сколько на семьи с хорошим достатком. Под прицелом успешные молодые люди и скучающие дети. О смене ориентира говорит и ассортимент изымаемого из оборота яда. 12 килограммов из 14 синтетические препараты. Даже однократный прием некоторых веществ вызывает стойкое привыкание. Однако из любой ситуации можно найти выход. Одна из дверей, ведущих к освобождению от зависимости – помощь специалистов. Государство официально разрешено и предусмотрено любому гражданину, несовершеннолетнему, взрослому обратиться в наше учреждение, не боясь каких-то социальных ограничений, получить квалифицированную помощь в рамках стандарта оказания девицинской помощи. И не потерять при этом работу, не потерять водительские права, но получить помощь, избавиться от этой проблемы и жить дальше. Наркомания – не единственная проблема города. Вирус иммунодефицита таится и на игле наркомана, и, возможно, в крови близкого человека. Сейчас множество зараженных людей – гости из стран ближнего зарубежья. Если во время медицинского осмотра диагноз подтвердится, то больного депортируют. Но скольких людей он заразит до этого момента, точно не скажет никто. Единственное, что убережет от опасности – ответственное поведение и здравый смысл. Он же поможет и в борьбе с другими недугами. Корень неожиданно стала угрожать жизни и здоровью ямальцев. С начала года выявлено 13 случаев заболевания. Специалисты уверены – это не предел. Последний заболевший – полуторагодовалый ребенок, у которого не было прививки от этой болезни. Медики напоминают, у каждого россиянина в возрасте до 35 лет их должно быть две. Население нашего города привито почти полностью. Опасения вызывают вахтовики. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует предприятиям города провести работу с сотрудниками из других регионов России. Потребовать от них, чтобы они приезжали к нам на территорию, имея прививку против кори. Потому что понятно, что такое количество вакцины нам никто не даст, с учетом того, что в целом наше родное население города Нового Нового Великогоя привито практически до 35 лет всю. И нам, да, департамент закупает еще тысячи доз, но понятно, на всех вахтовиков это не хватит. Опасения вызывает и ситуация с туберкулезом. Так или иначе, каждый человек контактирует с возбудителем этого заболевания. Если иммунитет в порядке, то бояться нечего. Организм справится с мегабактериями туберкулеза. В противном случае инфекция поразит легкие или другие органы. Вовремя выявить опасность помогают регулярные флюорографические исследования и медосмотры. Принцип раннего обнаружения заболевания сейчас актуален как никогда. Это подтверждают данные о диспансеризации населения за 2013 год. Однако здесь существуют проблемы. Зачастую доктора не находят понимания не только у своих пациентов, но и у работодателей. Если только будут врачи этим заниматься, если только будут специалисты определенные, ничего не сдвинется, ничего не сделается. Поэтому я очень обращаю ваше внимание и очень прошу предприятия откликнуться, оказать содействие, чтобы ваши работники приняли участие в диспансеризации. Профилактические осмотры должны быть общим делом медиков, пациентов и работодателей. Вовремя выявленные недуги лечить быстрее и проще, а значит здоровье новоуренгойцев будет крепче. Елена Золотилина, Артур Цвелюк, служба новостей, «Импульс».